Всем привет! Эфир «Столица Нижняя» программа «Спорт». Сегодня у нас в гостях самый выдающийся профессиональный боксер в истории Нижегородской области Андрей Сироткин. Андрей, привет! Очень расстроил ты свою новость, которую привез из английского Лондона. Как так получилось, что у тебя появилась единица в графе поражения? Ты не смотрел? Смотрел, но хочу услышать от тебя. В ринге, увы, не был. Так бывает. Если смотрел, то увидел, что бой закончился в седьмом раунде, а после шестого раунда по судейским запискам я выигрывал бой. Ну, так пропустил по корпусу. Очень сильно, жестко пропустил еще в шестом раунде в конце. За перерыв не восстановился. Соперник это увидел в седьмом раунде. Увеличил темп, прессинг, натиск и плюс еще удары по корпусу такие акцентированные, и в итоге попал. Пропустил эта ошибка, которую допустил в бое, или недоработал, готовясь к поединку? С точки зрения защиты. Здесь ошибкой не назовешь. Здесь, наверное, больше получалось, как такая шахматная партия, в которой я проиграл. То есть изначально мы знали, что соперник будет работать по корпусу, потому что у меня преимущество передвижения было большое. А чтобы лишить преимущества передвижения, это всем известно, кто смотрит бокс, это удары по корпусу. До шестого раунда у него это не получалось. Потом я все равно вставать начал замедлился. То есть он сделал так, как должен был сделать, а я пропустил. В целом для тебя 12-раундовый поединок – это нормально или это сложно? Ну, это сложно. Это нормально сложно, как говорится. Я проходил 12 раундов. Ну, вот. То есть для меня это не что-то, ну, не новое, не вот фантастическое, невозможное. Я уже боксировал 12 раундов. Ну, там даже хоть ты первый раз боксируешь, хоть уже 10 раз ты боксировал 12 раундов, это каждый раз тяжело. И соперник каждый раз разный. Нагрузка в каждом бою, она другая. Джон Райдер – это человек из страны бокса. Именно в Англии зародился этот вид спорта. Почувствовал ли ты, что бокс там живет какой-то другой своей жизнью? И там какие-то особенные другие боксеры? Другие боксеры, наверное… Школа чувствуется? Ну, да. Там есть такое, как сказать, такое ощущение, что английский бокс где-то, если брать хотя бы Европу, да, то он повыше. Ну, если взять мой вес, суперсредний, да, второй средний вес, то в топ-10 мировом 5 или 6 боксеров они из Англии. Я думаю, это уже показатель. Как отношение к боксу у англичан, да, там все на высоте. Начиная от того, как нас встретили там с аэропорта, где проходила пресс-конференция, взвешивание, как все это проходило, на каком уровне. Нас приняли там в здание, которое сейчас уже является музеем, оно принадлежит, да, флоту королевскому. Вот, и туда, там только экскурсия, а там нам сделали пресс-конференцию. Вот, это очень круто, это очень почетно, и там даже организаторы отметили, что такой, как бы, знак уважения участникам этого турнира сделали. Насколько для тебя комфортно боксировать на такой большой площадке, например, по сравнению с дворцом спорта, где тоже довелось выступать? Да, но не забывайте, я боксировал в Атлантик-Сити, где она еще в два раза больше, чем сейчас была в Англии. А там идешь, вот перед тобой, говорит, коридор, светится ринг, и соперник, и все там, по краям вот эта вся атмосфера. Ну, я вот особо ее не ищу никого. Там давление со стороны болельщиков было какое-то? Ну, да, был первый раз такой момент, когда там же этот коридор, вот этот, ты идешь к рингу. А свистывали или что? Ну, не то, что прямо уж свистели, там, ну, так, гул такой этот был, недружелюбный. Но это вначале, потом, когда я уходил с ринга, там даже, ну, местные подходили, там, хлопали по руке, там, удача, там, все, ну, поддерживали. Никакой вражды вообще не было. Как будет дальше развиваться карьера Сироткина? И самое главное, продолжится ли сотрудничество с великим российским менеджером Хреновым? Ну, во-первых, мне самого бы хотел знать ответ на этот вопрос, как дальше продолжится карьера. Однозначно она продолжится, однозначно буду боксировать. Практически на 100% уже решил, что перейду в вес ниже дивизион, да. Средний вес это 72 килограмма, ну, 76 это не мой вес. Все соперники гоняют по 10 килограмм, и на момент боя они крупнее и тяжелее меня. Я вес абсолютно не гоняю, прям вообще нисколько не гоняю. Поэтому чуть-чуть поднапрячься и уйти дивизионным ниже, где мне легче будет боксировать. Это как бы уже, я для себя принял это решение. То, что касается Владимира Викторовича Хренова, и работы дальше с ним, я бы с удовольствием продолжил. Мне очень понравилось, как мы сотрудничали вот с этим боем. От уровня организации, от отношения его к бою, ко мне. То есть настоящий наставник. Да, насколько он внимателен там. Все делает так, чтобы вот перед боем у бойца и вообще у всей команды целиком, прям атмосфера была такая. Заряженный на бой. Все такое, заряженное, чтобы не было никаких этих мелочей, которые будут отвлекать. Все четко на профессиональном уровне. Но я ему уже сказал об этом, что буду ждать предложений, посмотрим. Он сказал, жди, они будут. По твоим ощущениям, когда ты снова готов выйти в ринг? Да я не травмировался, я не устал. Единственное, что я больше устал от подготовки, потому что у меня три раза переносился. Я еще в июне уехал готовиться и должен был боксировать в Москве, когда суперсерия была. Это в середине июля я туда поехал готовиться. Потом отменили там, да, перенеслось на сентябрь-начало, потом конец сентября, потом в Германию уже должен был быть, потом там отменилось, и мне на конец октября. Я устал от подготовки, вот от этих постоянно набрать форму, потом сбавить обороты, да, немножко отдохнуть, потом опять к пику, это очень тяжело. В зал когда пойдешь? Ну, я думаю, через недельку, еще недельку отдохну. Спасибо, приходи, возвращайся в форму, и мы от тебя ждем победных новостей. Ну, а без проигрышей не складывалась карьера ни одного из великих спортсменов. Вспомни Али, Тайсона, ну, разве что есть Мэйвезер, но это, я не знаю, мне кажется, что это уже не человек. Я даже зарядился, наверное, от этого поражения больше, чем от некоторых своих побед заряжался. Честно. Сохраняй это заряд и дальше. Это была программа «Спорт», в студии работал Антон Ганин, до встречи в эфире.